Сергей Череват, спикер восточной группировки войск вооруженных сил Украины, с нами на связи. Сергей, здравствуйте, рад вас приветствовать в нашем эфире. Добрый вечер. Давайте начнем, собственно, с ситуации в целом, которая сейчас есть на Бахмутском направлении, в самом Бахмуте. Какая она та информация, которую вы можете поделиться в нашем эфире сейчас? Враг существенно снизил количество атак в последние три дня. Двое предыдущих суток было, по три боестолкновения на этом направлении за эти сутки. Два боестолкновения, это абсолютно не характерно. Все месяцы эпицентром всех боевых действий это был как раз Бахмут. Правда, огневое поражение он старается наносить приблизительно такой же регулярностью. 332 раза стрелял по нашим позициям ствольной и реактивной артиллерии. Один авианалет также был убит в этих боях. 87 оккупантов, 131 оккупант ранен, уничтожено БМП, 7 артиллерийских орудий, два противотанковых ракетных комплекса, один беспилотный комплекс «Арлан-10» и 5 боевых складов с боеприпасами полевых. Сергей, в отношении того, что говорит Пригожин, вагнеровцев, которые якобы выходят с территории города, покидают свои позиции, на самом ли деле, по вашей информации, то, что удается узнать, пригожинские наемники на самом деле покидают свои позиции, либо же проводят подготовительные работы, как это правильно назвать? Ну, мы много недель подряд говорили потом о том, что террористам Вагнера наносятся с нашей стороны очень мощные удары, и они несут колоссальные потери. Мы говорили, что в ближайшем времени это приведет к их полному разгрому. И вот это преждевременное заявление о взятии Бахмута – это как раз такая латентная капитуляция этого военного преступника и фрика Пригожина, который сейчас делает все, чтобы вывести оттуда войска. И мы действительно наблюдаем, что и уменьшение количества атак, и ротационные процессы. Какие именно подразделения, сколько там Вагнера, на что они будут заменены, и будут ли заменены все они. Мы будем в ближайшее время, мы это отслеживаем, будем смотреть. Ну и, конечно, будем, как всегда мы это делали, будем пользоваться этим моментом ротационным, чтобы нанести врагу еще больший урон. Судя по тому, что они, как вы только что отметили, будут менять их на регулярные войска, то есть те модернизованные, которые не успели даже пройти месячное обучение по данным, то это, в принципе, нам очень даже в помощь, как говорится. Но интересно то, что Пригожин действительно откровенно покидает эту территорию, говорит о том, что усугубляется противостояние с Министерством обороны, а так как именно ЧВК Вагнер были основной силой, которые дестабилизировали ситуацию, не давали возможности как можно скорее освободить свои территории, то эта ситуация может со стороны России усугубляться и со стороны Украины улучшаться. Это насколько может помочь нам? Ну, они подтягивали все, что лучше и худшее, что у них осталось. Они в первую очередь тянули, понимая, что это эпицентр противостояния, понимая, что там стоят закаленные в боях жесткие бойцы с нашей стороны. Они подтягивали в первую очередь это воздушно-десантные свои подразделения. Конечно, они уже изрядно тоже потрепаны и доукомплектованы мобилизированными. Также подтягивали другие частные военные компании, ветеран, а также мотострелковые подразделения. Как они себя покажут? В предыдущих боях вы видели, когда 72-я бригада оставила оппозиции, некоторые другие подразделения на флангах отходили. В дальнейшем бои покажут, мы похвалиться, как они не будем. Будет идти, как идет сейчас, постоянная боевая работа. И в данный момент, когда мы с вами разговариваем, там идет работа по ним, и идет разведка, доразведка целей, поэтому никто на его эпатазное заявление не смотрит, и никто с ним в какие-то игры не играется. Они могут там меняться, водить хороводы, делать заявления, петь песни. Мы в это все время будем поносить по них удары, будем их уничтожать для полного изгнания тех, кто успеет с нашей земли. Поэтому для нас это несущественно. Единственное, они показали за последнее время именно Вагнер, что в силу своей кровавой дисциплины под угрозой смерти, они были самые эффективные в плане атак. Но в каком плане самые эффективные? Они перманентно это делали, постоянно, потому что малые эти группы одна за одной шли в атаку. Но при этом терпели просто огромные потери. То есть, если мы посмотрим на начало конфликта, 170 тысяч была вся группировка вторжения, 205 тысяч, 260 оккупантов уничтожено, как сказал Генштаб на сегодняшнее утро. То есть, больше, чем у группировка вторжения. То есть, туда уже попали и Вагнер, туда уже попали и мобилизированы. И поэтому, более того, у них уже пошли, мы видим, такие центровые процессы, когда Пригожин чувствует вот эту близость смуты, как они называют. Он может делать заявления, которые отлично дестабилизируют и их общество, и, что более для нас важно, их армию. Он постоянно унижает их, он говорит, что они способны, как само руководство, так и отдельные подразделения. Поэтому и сейчас, если он держит слово и вернется в Россию, он будет и дальше продолжать это делать. Поэтому то, что наши вооруженные силы делали, уничтожая их и приближая разгром, это все уже по чуть-чуть начинает прорастать системными, кризисными явлениями, как в их армии, которая не способна не то, что на, как они говорили, большое стратегическое наступление, а и на локальное. Им все тяжелее и тяжелее. Атаки там уровня рота, взвод рота. Поэтому и так же будет дальше. Герои Бахмута выполнили главную задачу. Они выбили потенциал противника, в том числе уничтожили этих бандитов из Вагнера. И когда мы будем готовы, наши силы и резервы, потому что наступательный бой, он самый сложный и самый затратный по потерям, то чем более измотан враг, тем более ему навесен ущерб в боевой мощности и в моральном его состоянии, тем легче его выбить, и тем меньше жертвы ты несешь, как наступающая сторона. Поэтому герои Бахмута сделали просто невозможное. Они максимально выбили врага и выбили его потенциалом. Вы говорите о наступательном потенциале, Сергей, правильно я говорю? А если говорить об оборонительном потенциале, оборонительный потенциал, если мы говорим вот о восточном направлении, насколько он высок у регулярной армии? Ну, как показала Харьковская операция, не очень. Он высок, хотя даже и лучше были подразделения. Поэтому я говорю, очень важно, что они истрепаны, и избиты, обескровлены, обесточены, скажем так. И суть-то в том, что сейчас с ними имеет дело стабильная более-менее группировка. Там идут у нас, конечно, ротационные процессы, но они не огромные, они небольшие такие. То есть они точечные по мере необходимости. И по сути их истрепала одна команда, скажем так. И когда придут свежие силы, у них уже такого резерва будет совсем мало, чтобы восполнить свои силы. Потому что они бросали в эту топку, все помогли. Еще один аспект, он не касается конкретно направления Бахмутского, а в целом касается структуры военных сил. Назову это так. Вы, как человек военный, пребывающий ныне в составе украинских войск, можете ответить на этот вопрос лучше, как никто другой. Как это так происходит, что командир, владелец, основатель какой-то частной компании, военной, лично решает, выходить ли ему его подразделение с позиции, либо не выходить? Ведь нет определенных данных, документов, кому вообще принадлежит ЧВК Вагнер, Минобороны, Генштабу, Нацгвардии, Российской Росгвардии, простите. И получается, какой-то человек, который привел туда своих наемников, может в один момент решить так, все, нас стало меньше, мы уходим. Это как так происходит? Что это говорит в целом о структуре армии? А я вам еще сейчас добавлю интереса в нашу дискуссию. Вы, если вспомните, их пропаганда постоянно называла нас failed state, они называли нас страной 404, и в том числе одним из элементов было то, что у нас есть добровольческие формирования, которые никому не подвластны, анархия и все такое. Тем не менее, как показала реальная война, наши добровольческие формирования прекрасно влились в боевые бригады, выполняют свои задачи. Тот же герой, который погиб до Винчи, он прекрасно справлялся со своими задачами, синхронно действуя с регулярными войсками. И мы смотрим наоборот. Они как восправляли себя, как просто образец какой-то государственной дисциплины, построения вертикали власти. Они сыпятся просто на глазах. У них президент этот, ну как его нет, а президент Путин поздравляет уголовника, который возглавляет такую же шайку, но только которая в несколько десять тысяч, с тем, что они как бы взяли районный центр. То есть это не перепутайте, это не фейл-стейт, это огромная классная империя. А фейл-стейт это мы, которые перевооружаются на новейшем вооружении, в которых идеальная по сути дисциплина войска, в которых крутые генералы, которые планируют классные операции, которые всегда увенчаются успехом, несмотря на то, что это когда даже нету перевеса в силах и средствах. Вот такая интересная у них получилась история. То есть они делали из нас фейл-стейт и страну 44, а жизнь показалась точно наоборот. У нас институты гражданского общества, волонтеры, новые военные, которые пришли в том числе по 2014 году, они вносили только новые моменты, учились на Западе, учились у своих партнеров, и это все только обогащало нас. А они думали, что это элемент какого-то, если нету сплошного тотальтаризма, нету такого держиморства, это значит фейл-стейт. Оказалось, все наоборот. Чем больше инициативы у военных, тем больше поощряется. Это же надо смотреть, когда у нас генерал-полковник с интересом слушает добровольца и говорит, это классная идея, давайте ее поддержим. Давайте создадим вот такой-то организм военный, или давайте вот действительно это нестандартно, это вот так асимметрично, мне это нравится. И представить, что какой-нибудь Суровикин или Герасимов, которых дышать в их присутствии надо через раз и синхронно, потому что это же там вот это, у них же вся вот это как бы барство, ненависть старшего к меньшему, презрение. Вот поэтому оказалось, что у нас путь, пусть и не самый прямой, пусть тяжелый, пусть с ошибками, но он правильный, он цивилизованный, он в построении общества, построении армии, построении всех других институтов. Пусть не все у нас получается, но мы идем правильно. А они со своим, по сути, возвращением штрафбатов, феодального какого-то права, раздроблением, и они идут к тому, что это все их и накроет. И тот же Пригожин, это только первая ласточка. Ну, вы знаете, еще плюс к тому, что чем больше они кошмарят и пытаются запугать население Украины, тем больше на это реагирует не столько население Украины, а сколько наши западные партнеры и соглашаются давать то, что не соглашались давать еще совсем недавно, боясь какой-то эскалации. Эскалация происходит тут и здесь, ежеминутно. Поэтому британские танки Challenger 2 заканчивают последнее приготовление перед отправкой на фронт. Соответствующее видео опубликовал в сети народный депутат Юрий Мосягин. На нем видно, что Challenger 2 без особых проблем справляется с бетонным противотанковым и пирамидами, которые российские пропагандисты успели назвать уже зубами дракона. Выбить эти зубы британский танк смог с помощью обыкновенного ковша для земляных работ. На, кстати, на это видео уже отреагировали пропагандисты российские и военкоры, так называемый Александр Коц. Особо боится челленджеров, которые могут убирать эти так называемые зубы дракона. Я просто напомню нашим зрителям, что, по-моему, в прошлом году, в конце прошлого года, все тот же господин Пригожин, он рассказывал в социальных сетях о линии Вагнера, оборонительных сооружениях, среди которых, в том числе, в этих линиях Вагнера, были и зубы дракона. Спустя вот время обороны Бахмута и в целом участие ЧВК Вагнер в войне против Украины, как себя показывали линии Вагнера, Пригожинские линии, в ходе боевых действий? Есть у вас информация? Я думаю, что это, как и вся остальная их история, это больше пропаганда. Так как мы в это время ввели больше оборонительные бои, мы с этими линиями не сильно-то и сталкивались, но я абсолютно уверен, я даже когда-то, когда их только начинали строить, я когда-то рассказывал тоже вашим коллегам, что в Украине одни из самых лучших военных инженеров. У нас прекрасная школа военных инженеров, саперов и инженеров в Каменец-Подольске, много десятилетий, со времен еще и в Советском Союзе, и в независимой Украине, которые выпускники потом в многих странах мира проходили миротворческих миссиях, стабилизационных миссиях, с 2014 года воюют и знают. Поэтому я и то, как, например, прокладывали пути и возобновляли мосты при потребности грунтовой дороги и все другое в Бахмут, когда враг говорил, что вот они отрезали нас, отрезали, ничего не получалось. Я абсолютно уверен, что так же будет и с преодолением любых препятствий, благодаря нашим комплексным действиям наших сил обороны, в том числе военных инженеров. Да, вот про зубы дракона я просто помню, что буквально на днях, когда заходил в Белгородскую область легион свободы России, и как раз после этого в эфире Скобеева очень сильно возмущалась тем, что, ой, как же так зубы дракона и так быстро выпали. Ну, то есть мы говорим о танках, там же не были танки такого высокотехнологического, там было то, что, как это, в военторгах продается российских. Только и всего, а уже как бы без зубов. Ну, и трофейные. Уже без зубов, да. Ну, в общем-то, ситуация достаточно серьезная, как сказал президент Джо Байден, для них. Но давайте поговорим же о том, что происходит в данный час на поле боя. Российские купанты артиллерийскими обстрелами пытаются остановить продвижение ВСУ на флангах на бахмутском направлении и стягивают дополнительные силы для усиления своих возможностей. Об этом написала заместитель министра обороны Украины Анна Малер в телеграм-канале. Давайте услышим. На бахмутском направлении артиллерийскими обстрелами враг пытается остановить наше продвижение по флангам. Сейчас враг подтягивает дополнительное подразделение на фланги для усиления. В пригороде Бахмута враг заменил подразделение Вагнера на армейские регулярные отряды. В самом же городе Бахмут на данный момент остаются вагнеровцы. Украинские войска контролируют окраины города в юго-западной части в районе самолет. Анна Малер, заместитель министра обороны Украины в телеграм. Можем ли мы сейчас сказать, кого конкретно подтягивать на фланги для обороны оккупированного города российско-оккупационные войска? И в целом, насколько сложная для украинских войск сейчас ситуация на флангах возле Бахмута? Ну, мы стараемся давить их на флангах. Они подтягивают подразделения регулярной армии. Как я уже говорил, это воздушно-десантные, мотострелковые. В их терминологии у нас чуть по-другому называется. Ну, пехота. Войска, некоторые другие подразделения. Также они, к сожалению, про снарядный голод, это как всегда соврал Пригожий. Поэтому к его заявлениям всегда надо очень осторожно относиться. У них есть еще возможности на тех направлениях, где они концентрируют свои усилия, наносить довольно мощные удары. Как мы и говорили сегодня, 332. В этом направлении враг использовал разные типы артиллерии. Но за больше года боев это уже ничего нового враг не показывает. Наши силы обороны знают, как противодействовать. Постоянно идет контрабатарейная борьба. Наши артиллеристы стараются находить и уничтожать их средства поражения. Ну, они, конечно, стараются наши. Поэтому это, скажем так, постоянно идет такое соревнование. Но наши военнослужащие гораздо больше и раньше, и раньше. И более опытные начали использовать беспилотные системы. И поэтому у них, ну, как бы и лучше получается. Это более качественно, более, хоть меньше снарядов, но более точнее поражение целей. В том числе, благодаря многим снарядам, ну, более высокоточным снарядам и средствам наблюдения, средствам доразведки, которые мы или благодаря волонтерам, или благодаря западным партнерам получаем, мы их используем максимально на 100%. Сергей, спасибо вам большое. Спасибо всем украинским воинам, которые защищают каждый сантиметр украинской земли на любом направлении. В особенности в том числе мы сегодня говорили о Бахмуте, о бахмутском направлении, о городе. Крепости по-другому не скажешь. О тех людях, помните, когда Донецкий аэропорт буквально был уничтожен российскими военными, говорили, что люди выдержали, бетон не выдержал. Российские военные уничтожили Бахмут, но силы украинского войска не уничтожили. Спасибо вам огромное. Сергей Череватый был с нами на связи. Оперативные новости, эксклюзивные видео с линии фронта. Глубокие аналитические обзоры и только самые авторитетные спикеры. Подписывайтесь на YouTube канал Freedom, чтобы не пропускать главного. Субтитры создавал DimaTorzok